Самый мой любимый набор. 8 кисточек, которые рисуют за вас сами. Набор подбирался для онлайн-курса, для того, чтобы делать растяжки, рисунки, обводки. Что здесь есть? Вот эту кисть почему-то все боятся, но она делает офигенские дизайны. Она делает рельефы, она делает зелень, она делает подфоновки. Я сейчас покажу самую простую подфоновку. Скошенные кисточки разного размера, которые вы употребляете для работы с круглыми мазками плоской кисти. То есть вы рисуете скошенными кистями. Очень удобные размеры. Две скошенные кисти. У нас есть три размера плоской кисти. Плоская кисть. Ширина плоской кисти это размер вашего лепестка. Чем отличается скошенная кисточка от квадратной? Постановкой кисти на руку. Но еще одним нюансом. Прямая скошенная кисточка имеет, вот если она здесь вот написана 4, то 4 мм в окончании, а скошенная чуть больше. Смотрите, как сделать быстро. Вот то же самое, девчонки, вы можете проделать и с гель-лаками тоже, и с красками тоже. Смотрите, на верную кисточку набирается цвет, сразу же растушевывается так, как вы хотите, чтобы он у вас был на фоновке. Смотрите, для создания типс и подфоновок, вот она, вот она вся фоновка, тушевка нашим веерной кистью. Все, эта кисточка работает и в геле тоже, потому что это натуральный ворс. Добавлять, менять оттенок цвета, вы можете прямо на ходу, вот добавили несколько, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, растушевали, вот, пожалуйста, растушевали. То же самое вы можете сделать с гелем. В данный момент я рисую акриловыми красками, которые называются Апокалор. Это макси-плоская кисть. Вот так выглядит весь набор. Вот в такой он идет упаковке. Упаковку не выбрасываем. Вот здесь перечислены все кисти. Если вы хотите наборы не мои, а по отдельности, вы можете приобрести по отдельности каждую кисточку, но на бордовой ручке. Чуть-чуть будут отличаться. Значит, смотрите разницу. Принцип квадратной кисти такого же размера и скошенной кисточки такого же размера. Мазочек будет разный. Вы можете набирать разные оттенки сразу одновременно на кисть, добиваться градиента и перехода уже на кисточке. Для этого не надо иметь тысячу оттенков. Смотрите, скошенной кисточкой получается длина мазка какая, видите? Гигантская длина мазка, и у нас получается еще и силуэт. Если вы делаете эту длину мазка, создавая рельеф, то есть вы делаете, например, рельефный мазок или мазочек, который девочки меня любят назвать тряпочка. Видите, ширина какая у нашего лепестка получается. Кисть сама выглаживает очень хорошо материал, несмотря на глянцевую поверхность, на которой я сейчас рисую. Она сама прекрасно его выглаживает. Но если я возьму плоскую кисть, а не скошную, скошной кисточкой, девочки, еще очень хорошо делать окончание мазочков. Например, вот вы рисуете, да, и оканчиваете мазок, стягиваете его, видите? Плоской кистью так тоже можно делать, но приходится задирать. Поднимать один из краев. Здесь кисточка имеет этот краешек, поэтому рисуя в любом направлении, вы стягиваете нашу кисточку до основания. Получаются мазочки. Теперь ради сравнения мы с вами возьмем кисточку плоскую. На самом деле, по секрету вам скажу, я обожаю именно квадрат. И учу, и ставлю руку именно на квадрат. Потому что, смотрите, если мне надо сделать движение к рук, я скошенной кистью, мне надо в наклон ее держать, и я могу максимально развернуть, заблокировав руку, всего лишь четвертинку. Видите? Вот. И все, четвертинка. Что я делаю квадратом? Я квадратом беру и сделаю так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 360 градусов. Смотрите, вот мазочек был плоской кистью сделал, скошной кистью. А вот мазочек, вот мазочек. Видите, какая малюська. Той же самой кисточкой четвертого размера, но квадратной. Насколько он меньше. И даже если я на эту кисточку сейчас присяду, надавлю, он будет все равно аккуратнее, плотнее и выставка круче. Вот этот набор, он будет с вами работать абсолютно у любого преподавателя. Кисточка. Кисточка. Продолжение следует...